1960 год. На престижном международном кинофестивале в Каннах фильм режиссёра Григория Чухрая «Баллада о солдате» произвёл фурор. Он потряс зрителей своей простотой, человеческой и доверительной интонацией. После просмотра зрители не могли сдержать слёз. В Каннах картина получила призы за лучший фильм для молодёжи и за высокий гуманизм и исключительные художественные качества. Григорий Чухрай праздновал победу, а вот на родине к его успеху отнеслись весьма сдержанно. С самого начала работа над фильмом «Баллада о солдате» вызывала активное неприятие у руководства Госкино. Четыре раза съёмку останавливали. Тему фильма судьбу простого русского солдата Алёши Скворцова называли «Мелкой». Давайте познакомимся. Давайте. Меня зовут Алексей. А меня Жура. Очень приятно. Очень приятно. Лучшие военные картины, это на мой взгляд, снял Чухрай, потому что он их даже не снимал. Это просто такие куски очень точные. Я бы сказал, это такой военный неореализм. Тогда ещё не очень понимали, что творится в Италии, почему такие фантастические итальянские картины, и что это за новая волна. А Чухрай понимал, потому что это чёрно-белое кино, и это настолько точное попадание во время и именно в актёрские дуэты, я бы сказал, потому что там нет ни одного прокола. Чухраю приходилось проламывать лбом стену, чтобы снимать свои фильмы. Позже скажет о режиссёре кто-то из его друзей. Это было действительно так, начиная с его первой дебютной ленты, 41-й, по повести Бориса Лавренёва о трагической любви красноармейца Марютки и белого офицера Вадима. Жизнь ерунда. Прошло 27 лет. Скидался по свету в поисках какого-то идеала. Если бы мне кто-нибудь сказал, что самые наполненные дни проведу здесь, среди вот этого дурацкого моря, никогда бы не поверю. По тем временам сделать офицера Белой Гвардии не монстром, а обаятельным героем было неслыханной дерзостью и смелостью. Один из чиновников назвал фильм белогвардейской стряпнёй. Назревал скандал. Режиссёры-дебютанты грозились уволить, а картину положить на полку. Но её посмотрел Никита Хрущёв, руководитель страны, одобрил и даже разрешил послать в Канны на фестиваль. Ну разве так можно? Ведь мы ж любим друг друга. Вспомни, как хорошо мы жили до этой дурацкой ссоры. Вот что, миленькая, что промеж нами было, ты про то забудь. Почему? Просмотровый зал фестиваля в Каннах заполнили иммигранты из России. Они не верили своим глазам. Впервые история белого офицера была рассказана советским режиссёром с болью и сочувствием. Имя Григория Чухрая не сходило со страниц французской прессы. В 41-й получил специальный приз жюри за оригинальный сценарий «Гуманизм и романтику». Революция. Ждал её, как невесту. Верил ей. Я за всю свою офицерскую жизнь ни разу солдата пальцем не тронул. А меня в Гомеле на вокзале поймали, сорвали погоны, в лицо плевали. А за что? Фильм и Чухрая знал мир. Мы недооцениваем это. И, может быть, Советский Союз по-другому воспринимали даже из-за этих картин. Потому что это всё время история любви в страшных обстоятельствах войны. Страшная война, всё ужасно. Но человеческая природа такова, что всё равно нужна любовь. Всё равно все хотят, чтобы как-то всё наладилось, чтобы было продолжение рода. Всё равно человечество должно выживать в самых страшных, как мы говорим, режиссёры, предлагаемых обстоятельствах. Смелости Григория Чухрая завидовали многие. Он же сам говорил, после того, что пришлось пережить на войне, ничего не страшно. На фронт Чухрай попал 20-летним юношей. Прошёл войну в составе воздушно-десантных частей. Получил 4 ранения и несколько контузий. За героизм и заслуги в боях был награждён 12-ю орденами и медалями. Ему предлагали остаться в армии, но он выбрал кино. И после войны поступил во ВГИК. В мастерскую Сергея Юткевича и Михаила Рома. За свою карьеру Григорий Наумович снял 6 полнометражных художественных фильмов. Со стороны, кажется, не так уж и много. Но каждый из них – это событие и откровение. Я не должен был возвращаться к тебе. Ты стала в тысячу раз несчастней. Нет, Алёша, я счастлива. И Егорка, он так смотрит на меня. Он любит тебя. Он гордится тобой. Не надо врать самим себе. Всем нам очень плохо. Фильм «Чистое небо» Григория Чухрая был одной из первых антисталинских лен. Смелая, искренняя картина рассказывала о бывшем пленном лётчике, который столкнулся с недоверием и подозрительностью в мирной жизни. Чиновники от кино, испугавшись смелой темы, тормозили её выход на экраны. Спасла положение министра культуры Екатерина Фурцева. Фильм произвёл на неё впечатление. Она разрешила его к показу. Знаешь, что я тебе скажу, сопляк? Того, что я испытал в жизни, хватило бы на сотни таких, как ты. И сейчас мне не сладко. Но если бы мне пришлось начать жизнь сначала, я бы её прожил так же. Свои лучшие произведения Григорий Чухрай создал в период, принятый называть оттеперью. Он остро чувствовал нерв времени, торопился сказать людям правду о войне, о драме простого человека. В 60-х годах, в конце 60-х, в 66-м, он подписал письмо против реабилитации сталинизма. Это Чухрай, который шёл с криком «Ура! Вперёд! За Сталина на войне!» Он подписал против, потому что он считал, что это катастрофа для страны. И если возвращается то время, то это ничего хорошего не сулит. И это отсутствие перспектив и вот этой открытости миру, о которой он мечтал. Самой большой мечтой Чухрая было снять фильм о Сталинградской битве. Он прошёл её всю, с первого до последнего дня. Григорий Наумович написал сценарий, подбирал актёров, собирал группу своих проверенных товарищей по кино. Ему не разрешили. Это была его боль. Григорий Чухрай не терпел пафоса ни в кино, ни в жизни. Он никогда не шёл на поводу у конъюнктуры. Делал картины только о том, что его волновало. А у Васенька вернулся живой. Я считал, что мой фильм должен быть интересным всем – и уборщице, и высоколобому академику. А для этого я стремился к ясности, – говорил режиссёр. Наверное, поэтому спустя десятилетия фильмы Чухрая трогают душу. Они очень искренни.